Движение первых Принципиально новое это объединить существующие организации под трансляцию традиционных российских нравственных ценностей и такого объединения существующих практик не было в новейшей истории. Сколько жителей региона может потенциально войти в это движение? То есть аудитория проекта? — Потенциально целевая аудитория — это школьники и студенты колледжей и техникумов. На сегодняшний день возраст от 6 до 18 лет. И таких на территории Пермского края проживает порядка 300 тысяч человек. Конечно, в идеале охватить всех. Мы понимаем, что это задачи амбициозные, которым необходимо стремиться к их достижению. Пока мы действуем по принципу продвижения тех направлений деятельности, которые обозначены, и добровольного включения целевой аудитории в мероприятия и проекты движения. — Вообще, вы говорите, что обширная аудитория, достаточно глобальные цели. Каков план реализации проекта, каковы этапы? — Есть ключевые мероприятия, которые связаны непосредственно с движением. Это работа во всех 43 муниципалитетах Пермского края по открытию первичных и местных отделений, проведению конференций, различных диалоговых площадок, форумов и фестивалей, направленных на продвижение направления деятельности движения. Безусловно, в марте-апреле нас ждет большая региональная конференция, на которой состоятся выборы детского совета, потому что непосредственно дети должны быть инициаторами новых проектов, новых инициатив в рамках деятельности движения. А вот, собственно, форум инициатив «Будущее за нами, тебе решать» мы запланировали на май месяц. Летом профильные смены для активистов движения, работа с советниками по воспитанию тоже запланирована в формате конференции, семинара и работа с детско-взрослым сообществом, предполагающим повлечение родителей, но это мы запланировали на осень. То есть это такие региональные активности на основании федеральных трендов, обозначенных в движении. Вы сказали, что важна инициатива аудитории и детей, но я думаю, что важна инициатива муниципалитетов и поддержка муниципалитетов. Так вот, какие муниципалитеты региона уже подключились, проявляют активность и какие подключатся в ближайшее время? Буквально на днях мы открыли первое отделение, первичное отделение в Кунгурском муниципальном округе на базе учреждения молодежной политики, молодежный ресурсный центр, также в системе образования Кунгурского муниципального округа. Тоже запланировано открытие первичных отделений на начало февраля. Вообще большой марафон по открытию первичных отделений стартует 27 января по всей России, по всех 89 субъектах. И мы уже понимаем, что Лысьва, Чусовой, Краснокамск, Чайковский и город Пермь, они активно включаются в этот марафон. От этих территорий есть заявки, есть решения инициативных групп о создании первичных отделений. Мы надеемся, что все территории Пермского края присоединятся к марафону, но и во всех территориях Пермского края до конца 2023 года все-таки будут созданы не только первичные, но и местные отделения. Благодарю вас, Александр. Будем следить за развитием движения. Напомню, что об этапах реализации проекта «Движение первых» мы говорили с Александром Мясниковым, председателем Совета регионального отделения РДД «Движение первых». Спасибо вам.